Научно-практическая конференция «Укрепление финансово-экономических основ муниципальных образований» под эгидой Законодательного собрания Краснодарского края прошла на прошлой неделе с участием представителей Крымского, Денского и Славянского районов в Станице Анастасиевской. С подробностями наши корреспонденты. Десятки павильонов выстроились на выставке перед Домом культуры Станицы Анастасиевской. Здесь собрались лучшие производители из Крымского, Славянского и Денского районов. Выставка показывает, что Кубань может производить и разнообразную, и качественную продукцию. Наш народ очень трудолюбив и при поддержке на государственном уровне готов выполнить все задачи по программе импортозамещения. С технологиями производства и выращивания продукции глав крестьянско-фермерских хозяйств, владельцев ЛПХ и других товаропроизводителей ознакомился председатель Краевого законодательного собрания Владимир Бикетов. В числе тех, кто представил товар на выставке – сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет Кубани». Компания занимается выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Три года назад в производство запустили новый вид деятельности – выращивание рыбы. Акцент сделан на чёрную икру, потому что на мясо выращивать практически нерентабельно, из-за того, что все корма импортные. Самая большая проблема с кормами – на втором месте, наверное, со сбытом. Поэтому рыба продаётся мелко, причём самцы. Самки выращиваются на икру от трёх до четырёх лет. Порядка трёх тонн рыбы, выращенной по специальной технологии. И это ещё не предел. В этом направлении был дан только старт. Впереди – раскрутка производства рыбы. А все существующие проблемы на сегодняшний день решаемы, признаётся представитель сельскохозяйственного кооператива Виктор Черленко. Перед началом конференции председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов ознакомился с представленными на выставке образцами товаров и услуг. Славянский район представляли девять лучших товаропроизводителей малого и среднего бизнеса. Среди них – рыбцех Черноярковский. Продукция, в принципе, у нас по океаническому ассортименту вся дальневосточная. То есть, атлантический ассортимент импортных компаний мы максимально постарались исключить. Это, во-первых, потому что цена. Ну, во-вторых, это длинный путь, получается, и качество продукции. То есть, перешли на дальневосточную рыбу, технолог дальневосточник, нашли как бы свою ступеньку, в ней развиваемся. Научную конференцию открыл председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов. Он отметил, важным звеном в укреплении финансово-экономических основ местного самоуправления является качественное планирование перспектив развития территорий. Мы все с вами сегодня говорим, нужно производить, нужно выращивать, нужно заниматься. И в то же время мы не видим четкого представления об объемах производства, допустим, тех же овощей, открытого грунта, потребностей в семенах, требований к сортовому составу, как это будет происходить в целом на территории, в частности, этих трех районов и в целом по краю. И поэтому я считаю, что здесь нужно Министерству сельского хозяйства, Комитету законодательного собрания края четко проработать в этом направлении, чтобы мы сами видели, на что необходимо сегодня ориентироваться. С докладом выступил первый заместитель председателя Комитета законодательного собрания края по финансово-бюджетной и налоговой политике Николай Кравченко. Он провел глубокий анализ по вопросам укрепления финансово-экономических основ районов. В работе конференции приняли участие депутаты Государственной думы и федеральные службы, научные и общественные организации, главы и председатели советов районов, ректоры вузов края, руководители предприятий, фермеры. На конференции выступил депутат Государственной думы Российской Федерации Иван Демченко. Всем главам поселений, вам необходимо сделать ревизию возможностей инфраструктуры каждой территории вашей. Участники конференции обсудили финансово-экономическое состояние трех районов, особое внимание уделили проблемным вопросам, наметили пути их решения, обсудили перспективы развития местного самоуправления. В заключении конференции Владимир Бикетов отметил, сегодня главное ориентироваться на себя и собственные силы и с каждым годом наращивать объемы производства. По итогам конференции были выработаны рекомендации для улучшения ситуации в экономике Денского, Крымского и Славянского районов. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа События.